Добрый день, мы в студии УКРЛАФТВ, я Андрей Митлев и сегодня с Владимиром Воле я обсуждаю и текущую и международную политику. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Ну и как нам прожить без Совета Безопасности, без его решения, без слухов и резонансов и каких-то откликов? Чуть ли вот там не Арсен Аваков откликается и многие же откликнулись на принятые постановления. Давайте чуть-чуть прокомментируйте это и потом, может быть, перейдем к каким-то делам. Да, была резолюция Совета Безопасности, обсуждали ситуацию в Украине. Кстати, нужно вспомнить, что ситуацию в Украине в целом обсуждали в прошлый месяц, в мае, когда председательствовала в совбезе ООН Польша, в последние дни мая довольно, да, как бы украинская тематика была. Ну и вчера, по нашему времени, может уже и позавчера, да, началось это заседание, на котором была утверждена, вернее так, одобрена резолюция франко-германского авторства. По поводу ситуации на Донбассе были констатированы все вот эти тревожные моменты увеличения количества перестрелок, в том, что тяжелые вооружения все больше и больше появляются вблизи линии разграничения. То есть, был призыв к тому, чтобы все стороны соблюдали перемирие, все стороны отвели тяжелые вооружения, и было указано на незаменимости Минских соглашений, как основы для урегулирования на Донбассе. То есть, документ он довольно-таки немалый, кстати, его обозвучивал, зачитал, как бы был этот документ не как резолюция, как заявление председателя Совбеза ООН, но Россия председательствует Совбеза ООН, и Небензе от страны председателя его зачитал. Получается, что франко-германский документ, который в том числе одобрила Россия, и он был зачитан, позитивный для Украины документ, хотя, опять-таки, что он может дать, ничего, он практически, он практического эффекта какого-то не будет иметь. Но вместе с тем, политическая констатация незаменимости Минских соглашений, призыв к тому, чтобы все стороны соблюдали перемирие, отвели тяжелые вооружения, которые снова приблизили к линии разграничения, это прозвучало. И вот, знаете, несколько событий, посвященных Украине и Донбассу, пересеклись в течение одних суток, вернее, сошлись. Вот это заявление председателя Совбеза ООН, дальше что мы видим? Пресс-конференция Путина, на которой тоже там было несколько вопросов, которые касались как Украины в целом, так и Донбасса. Вот в частности, упреки Путина по поводу того, что украинская власть не хочет урегулировать, не способна урегулировать конфликт на Донбассе. И, по мнению Путина, даже стремиться к тому, чтобы за счет этой неурегулированности отсечь части невыгодных для провластных партий избирателей от участия в выборах. Что интересно, что интересно, параллельно со всеми этими событиями в Нью-Йорке и где-то в Москве, или где-то там была прямая линия Путина, в Украине ответили и Путину, получилось, что Арсен Аваков сказал, что да, имеет смысл жителей Донбасса на несколько лет отстранить это участие в выборах. То есть, я не знаю, это совпало так или нет. Путин говорил, что украинская власть стремится исключить жителей Донбасса из избирательного процесса, потому что это невыгодный для них электорат. Аваков, правда, сказал, что на несколько лет, ну, неважно, кто победит, да, на выборах. То есть, выборы все равно нужно местные проводить, неважно, кто победит, их нужно провести. Ну и, кроме того, вот в Совбезе ООН говорили о незаменимости минских соглашений, о безальтернативности. Ну и Арсен Аваков тут сказал, что, ну, минские соглашения не работают. Я не знаю, как это можно интерпретировать, то ли это, можно ли поставить знак равенства между этими словами и отказом от минских соглашений. Президент, правда, ничего не заявлял по этому поводу. По крайней мере, я не видел в нескольких новостейных лентах комментарии у президента по этому поводу. Не исключено, что он был очень занят переговорами с МВФ по антикоррупционному суду. Но вот, как бы, вот три события, да, вернее, четыре события, потому что еще же... А, и вот Путин упрекает в Москве, в Украину, в том, что она не хочет выполнять минские соглашения, ищет другие варианты. Арсен Борисович Аваков предлагает свой план, там, 2000 полицейских, которые каким-то образом вернут. Я, честно говоря, не совсем понимаю, то ли они на тот закон о коллаборантах откликнутся и сдадутся. Коллаборантов, то есть сначала сделать официально коллаборантами всех, да, а потом амнистировать тех, кто не слишком большие коллаборанты. И, возможно, логика в том, что из желания, как бы, перестать быть коллаборантами, из желания быть амнистированными, многие просто сдадутся, и 2000 полицейских просто зайдут и установят контроль над этой территорией. То, чего не смогли сделать несколько десятков тысяч вооруженных людей, армии, да, спецназа, МВД, СБУ, Нацгвардии, там, и так далее. Вот, где-то из этих полицейских просто войдут, так и вернут Донбасс. Вот, кстати, вы не обретели внимание, комментировал ли наш Арсен Борисович, да, Аваков, министр МВД, же события в Киеве, связанные с очередным разгромом вторым уже лагеря ромов, да, вот как он на это откликнулся, там, на Мураев, понятно, Натылс обозвал его, а вот с ромами как, если даже здесь не очень понятна роль полиции и его собственное мнение, насколько это... Вот, 11 числа ожидается встреча лидеров, министров иностранных дел государственной романской четверки в Германии ожидается. Вот вчерашний день он как бы был в каком-то смысле, это, знаете, не то что подготовительный, но он в этом подготовительном периоде находится. И вот по случаю пресс-конференции Путина, прямой линии, вдруг, который рассказывает о недееспособности, постоянно российская пропаганда рассказывает о недееспособности украинского государства, украинская власть идет на поводу у радикалов, тут вдруг происходят два события. Во-первых, ура, патриоты заходят в зал Киевсовета, да, выламывают дверь, блокируют работу, то есть непонятная и не совсем понятная история с этой стройкой, то ли она законная, то ли незаконная, но картинка, тут картинка какая, да. И вторая история, этот флешмоб с топорами, с молотами на опустевшем таборе цыганском, да, в месте проживания. Ну, в Россиевском же. Да, ну полиция завела вроде бы уголовное дело по этому поводу, и были комментарии, что будут наказываться все, независимо от того, каким организациям они принадлежат. Это, наверное, правильный подход, хотя с другой стороны, да, вот если там действительно определенная группа людей находилась незаконно, да, они там уничтожали окружающую среду, почему туда не отправили национальную гвардию? Почему не отправили национальную гвардию? Я когда вот разговариваю, там дискутирую по этому поводу, говорю, ну во Франции же вот власть, да, пардон, там полиция, да, национальная гвардия. Кстати, в последние несколько дней три лагеря беженцев, они там проводили эвакуацию, провели ее в Париже, да. Вот если бы приехала национальная гвардия на основе предписаний, да, если там нарушен закон, этих людей попросили убраться аж бегом, то это была бы сила государства, и государство способно поддерживать порядок. Когда обращались в полицию, а полиция была бессильна, а тут пришли какие-то молодые люди, да, и устроили флешмоб. Ну, все в итоге, я думаю, что это станет, или уже стало достоянием российской пропаганды. Вот оно, ну почему-то все события совпали с прямой линией Путина, понимаете, вот в очередной раз совпало. Ну и что касается еще, если возвращаться к Минску, да, то вот вчерашний день он вообще прошел под знаком Донбасса, да, всех вот этих политических консультаций, которые проводятся по поводу урегулирования, поиска путей урегулирования. Одно из информационных агентств процитировало Алексея, кажется, Алексей Чесноков, директор Центра изучения конъюнктуры, или Центра политической конъюнктуры. Так вот, что прозвучало? То, что он сказал, хотя это в СМИ было подано как мнение эксперта, просто да, но по содержанию это был фактически ответ Курту Волкера на его сетование, что вот в январе в Дубае встретились с Сурковым, обсуждали вопрос урегулирования и использования миротворческого контингента в контексте этого урегулирования. То есть и после той встречи никаких больше встреч нету, да. С Волкером никто не встречался, Сурков точно не встречался, то есть ни да, ни нет. И Волкер несколько раз говорил, что вот передал предложение России, но Россия почему-то не отвечает на его предложение. И вот сегодня, вернее, то, что вчера появился этот комментарий Чеснокова, я так понимаю, что это человек, который приближенный к власти, в общем-то к кремлевскому условно пулу относится, потому что само содержание его комментариев выглядит, ну не выглядит так, что это личное мнение, личная позиция, какая-то оценочная какого-то эксперта, в данном случае Чеснокова. Скорее это выглядит как ответ Кремля Волкеру, или лучше сказать, ответ предложения, да. Почему я говорю, что это ответ? Потому что этот Чесноков заявил, что во время общения Волкера и Суркова, Волкер тогда, то есть это было устное обсуждение, но устное обсуждение, все хорошо, а теперь ждут от Волкера, что он весь этот пакет предложений, который был озвучен в конце января в Дубае Суркову, который обсуждался, что Волкер весь этот пакет предложений привезет или передаст каким-то образом в текстовом виде. В текстовом виде, то есть расписано, фактически речь идет о некой дорожной карте, чем занимались они тогда в Волкере и Сурков в Дубае. Они согласовали принципы некой новой дорожной карты или обновленной дорожной карты, потому что вот берлинский саммит министра иностранных дел, да, вот фактически это отсылает нас к тому октябрьскому 2006 года саммиту лидеров государств Нормандской четверки, когда тоже было принято решение действовать по формуле Штайнмайера, то есть Украина тогда согласилась на то, что контроль над границей будет возвращен после выборов и после вступления в силу закона об особом статусе для этих территорий. И, ну правда, потом с украинской стороны была актуализирована претензия, что возвращение сил к линии разграничения по состоянию на начало сентября. То есть Дебальцево, как минимум, сепаратисты должны были бы отдать. И в итоге та дорожная карта, которую должны были по поручению лидеров Нормандской четверки разработать, она так и не появилась ни в течение месяца, ни до Нового года, то есть до конца 2016 года. И вот фактически сейчас, да, Чесноков от имени России, выглядит по крайней мере так, предложил Волкеру, чтобы тот вот сделал наброски такой дорожной карты с учетом тех моментов, которые были восприняты, или превоспринимались и Волкерами, и Сурковым, то есть и Россия, и США во время этой дубайской встречи. О чем там речь идет? Ну я называл это формула Волкера, да, по аналогии с формулой Штейнмайера, то есть постепенное введение миротворческой миссии, линия разграничения, граница и вся территория, но этот процесс синхронизирован с выполнением политической части Минских соглашений. И вот, и вот, а, кстати, тогда Сурковска назвал эти предложения в целом реализуемыми, дословно, в целом реализуемыми. То есть получается, что теперь Чесноков предлагает, чтобы в эти все, все, что согласовано было, Волкер или Госдепартамент весь, или Волкер один, или Волкер и Госдепартамент, поскольку Волкер спецпредставитель Госдепартамента, хоть он вроде бы говорит на общественных началах, но тем не менее, спецпредставитель Госдепартамента, чтобы он всю эту дорожную карту, которая в целом приемлема, реализуема была, по крайней мере, по оценке Суркова во время дубайской встречи, чтобы Волкер все это изложил. И вот дальше интересный момент. Ну, могут все сказать, что да, он наконец-то немножко оживился формат Волкера-Суркова. То есть, если правда, что Сурков больше не будет заниматься этими консультациями, то, наверное, вместо него будет Чесноков. А может быть, и Сурков будет дальше продолжать. Это пока для меня еще не ясно. Я так глубоко не смотрел в кадровые перипетии кремлевские после выборов. Поэтому допускаю, допускаю, что, возможно, Чесноков, разум после президентских выборов, после формирования нового правительства и решения кадровых вопросов, вдруг отвечает после стольких месяцев на вопросы и на упреки Волкера, что ответа от России нет. Тут ответ последовал сам по себе. И вот с точки зрения политических маневров, что это, как это выглядит. Ну, можно говорить, что несколько оживились консультации. Я не думаю, что они пойдут таким темпом, что тут вдруг до конца года появится миротворческая миссия. Сомневаюсь, сомневаюсь, что до выборов будет какой-то пары, до завершения парламентских выборов в Украине в конце следующего года будут какие-то существенные подвижки. Может быть, какие-то наработки теоретические по формату миссии миротворческо-организационные будут постепенно, неспешно так появляться, поквартально, допустим. Но я не думаю, что можно будет говорить о каком-то вот таком прогрессе, что быстрый успех в урегулировании Минских соглашений. Я не думаю, что это будет. К чему готовится Россия к санкциям до 2025 года? Не знаю, что взято в основу этой цифры, но вот когда был Петербургский международный экономический форум, кто-то из российского правительства, из вице-премьеров, вот не помню уже, да, форум был уже давненьком, много информации каждый день просматриваем. Так вот, озвучил эту цифру 2025 года. Вот я думаю, а что такое 2025 год? Это последний срок полномочий Путина по Конституции, который сейчас президентский заканчивается? Или что-то еще взято за основу? Ну, то, что Путин бравировал, что начинается переход к светлой полосе, да, вот движемся устойчиво уже, начинается, преодолели все негативные эффекты от санкций, возможно, блефовал, не знаю, правда или неправда, но то, что они рассчитывают жить до 2025 года под санкциями, соответственно, планируют, это более серьезное, чем то, что заявление простого чиновника, да, из министерства, министра, вице-премьера, или кто там, не помню, кто это сделал заявление, чем вот эти политические, или наполовину политические заявления, лидера, который обращается к нации, должен подбодрить, да. А тут чисто технологичная, технологическая фигура, которая может себе позволить говорить, что она как технологический специалист думает. Так вот, почему предложение, вот в первый момент, что это видимость, что не заглохло ничего, да, обсуждение тут, ответили, а теперь давайте формализуйте. Ну, на самом деле формализация этого документа может означать еще и выход всех этих консультаций на более высокий, на более новый качественный уровень, потому что вместо действительно просто проговорили, обсудили, теперь появляется документ, проект, где четко расписаны этапы, количество и так далее, и тому подобное, и с этими уже с бумагой, уже дальше начинается более серьезная работа. Но политический маневр, самый важный, как мне кажется, это то, что фактически Россия предложила Волкеру написать дорожную карту, чтобы тот написал дорожную карту, со всеми теми элементами, которые для нашего украинского руководства, для Рады являются неприемлемыми. Вот это по поводу особого статуса. Вот понимаете, вот Россия, когда это предлагает, да, это протекторат. Вот представляете, Волкер, который поговорил с одними, его точка зрения одна, с другим поговорил, с Сурковым уже чуть другие вещи озвучивает, да, а теперь вот то, что вы наговорили с Сурковым, да, а теперь вот все это напиши на бумаге. И потом будет Россия показывать, смотрите, это какой-то департамент предложил эту дорожную карту. Я не знаю, будет ли это соревнование, конкуренция дорожных карт Нормандской четверки и Штатов, или это, скорее всего, это будет в итоге что-то комплексное, правда, непонятно, когда это будет что-то комплексное, согласование. Но Украина будет возражать и тому, и тому, что вы какие-то интересы. да, что вот те пункты, те пункты, которые Сурков назвал, назвал вполне реализуемыми, целиком реализуемыми, да, или в целом, в целом реализуемыми, да, то есть, приемлемые для России. Но это же предложения были уже озвучены Волкером, значит, для США они приемлемы. И вот получается, что у них там сложился консенсус, но приемлемости, да, для одних приемлемы, приемлемы, для других в целом приемлемы, то, а у нас есть сопротивление, и мы увидели по реакции вчера, да, вот заявление, что и Минск не работает, и 2000 полицейских зайдут, там освободят, разбросают всех. Но все же это заявление не первого лица государства, будем говорить? Да, не первого. Сам Порошенко, он как-то осторожно, видимо, вы же дали. Президент был, по-видимому, занят уже ночью, велись переговоры эти с МВФ, с Фенецианской комиссией по поводу этих всех положений, поэтому... А вы можете перепонять, если-таки роль президента, вернее, его, хотя бы какие-то вот главные тезисы по поводу вот этих переговоров или вот этого всего процесса, он на какой позиции находится, он как-то ее артикулировал? Ну, на самом деле, его позиция, президент, и его команда всегда подчеркивали безальтернативность минских соглашений. То есть, даже если вспомнить дискуссию, когда долго готовились голосовать, вот этот закон, так называемый, докупация, реинтеграция, и там было несколько подходов, в том числе, вот, это президент предлагал, чтобы в этом законе сохранилось, были слова о приверженности минским соглашениям. Но в Раде, Народный фронт и ряд других групп, тут, они настояли на том, чтобы не было этого упоминания. То есть, получается так, что вот вчера продемонстрировали, знаете, пускай они так в лоб, но продемонстрировали и Франции, и Британии, что вот есть силы, да, представители одной из двух фракций, большинства, они не любят минские соглашения, если не сказать, что они их отвергают. Поэтому вчера Путин получил бонусы очередные. И вот встреча этого министра иностранных дел, ну, я говорил, что невозможно даже и не будет. Ну, ее таки согласовали, то есть, я тоже говорил еще в апреле и в марте, что если будет такая встреча, то только лишь для того, чтобы ввести в курс дело вот этих двух министров иностранных дел, которые новые после 2016 года. Это Ледриан французский, да, вместо Аэро, Жанна Марка Аэро, и Гайко Масс вместо Штайнмайера. Поэтому вот так пока, да, то есть, они обсудят, вот это будет спарринг, все прочитают свои заготовки, которые 4 года рассказывают, да, Клинкин, свои песни, наша песня хороша, начинай сначала, Лавров свое, точно такое же, наша песня хороша, начинай сначала, и тут вопрос, будет ли в итоге у Франции и Германии какая-то более жесткая позиция, как вот допустим жесткая позиция по поводу антикоррупционного суда была, будет ли такая позиция по поводу Минских соглашений, климат политический в Европе, он меняется не в пользу Украины, постепенно, вот я говорил еще в конце 16-го года, что в 17-м году начнется, знаете, постепенная эрозия санкционного режима, вот она неспешно, но она набирала обороты, набирала обороты, и фактически вот этот год мы видим выборы в Италии, выборы в Австрии, да, вот как они тут ведут к этому всему смягчению, по крайней мере эти силы будут добиваться, в Венгрии там тоже вроде бы поддерживают санкции безоговорочно, но неизвестно будут ли они раздражены вот тем, что все-таки в рамках НАТО были встречи с участием Украины, то есть Венгрии блокировали, думали, а вот нашли обходной маневр, клуб друзей, да, в штаб-квартире НАТО, будет ли на это реагировать Венгрия и насколько раздраженно будет реагировать, Венгрия, будет ли она ставить вопрос ребром перед теми, кто встречался, а встречались кто? Польша, Литва, министры обороны, да, с полтораком, с нашим, то есть довольно близкие союзники Венгрии в вопросах, касающихся существования и вообще взаимоотношений в Евросоюзе, поэтому очень все непросто, все неоднозначно, в любом случае, да, санкционный режим, наступление Трампа, вот я уже в прошлый раз заговорил, что изоляционизм Трампа, как его называют, Трамп критиковал Обаму за то, что Америка уходит это все, да, два президентских срока Обамы, они прошли под разговоры в самих штатах, что это глобальное отступление Америки по всему миру, но Трамп пришел с воинственными лозунгами и с криками вперед в наступление это глобальное отступление Америки происходит еще большими темпами, чем при президенте Обаме. Что-то пишет через 500 дней, что все вернулось, Америка опять на первом каком-то месте в мире или это такая была... Где? Как-то прошли такие заголовки. В свете представящей в самом деле готовящейся встречи Трампа и Путина, точнее даже сказать, в тени этой встречи, которая на нас будет как-то отброшена вот эти все переговоры Трампа и Кима А с Путиным вообще нет Я хочу таки про Путина Не знаю, не знаю Об этом много пишут Но вы как бы даже не рассматриваете возможности в ближайшее время подготовку На какой-нибудь двадцатке Там же дезавируются какие-то заявления на двадцатке только, да? А раньше и как-то специально Большая семерка Вы смотрите тоже вот как балансирует мир Большая семерка Трамп уже пишет что не будет даже фотографирования дожидаться взаимные демарши Трамп там демонстрирует что в мире Макрон Макрон демонстрирует что-то Смеркель Трампу Трамп демонстрирует им что они тоже не будут подписывать на фотографирование даже не останется И с Мэй это и не встретится уедет встречаться с Кимом через два дня Не знаю может это какая-то ошибка перевода 9 числа он уедет на встречу с Кимом сразу в Сингапур который состоится 12 числа даже если 11 числа что он там двое суток будет делать в Сингапуре И вот А встреча Шанхайская саммит ШОСЖЖ 9-го 10-го 9-го 10-го то есть получается что почти в одно время два таких серьезных международных мероприятия ну и там же саммит НАТО еще в июле будет поэтому 20-ка там когда соберется в прошлый год в июле летом была может вот где-то на какой-то 20-ке может быть действительно в Австрии наконец-то созреет встреча Австрия как нейтральная страна примет встречу лидеров России и США но пока саммит в КНДР пишут что поймали в Сингапуре двойника Ким Чен Ина да вот история интересная забавная но на самом деле довольно серьезная вот представляете ходит двойник Ким Чен Ина кто-то может конечно заниматься конспирологией и думать что Ким заранее приехал чтобы его никто не узнали но на самом деле представляете вдруг этого двойника Кима вот как силам безопасности Сингапура вот кто-то его убьет и что Северная Корея скажет сразу никуда не летим там безопасность уже двойника убили откуда этот двойник взялся я пока не знаю на разведку квартирером не знаю может это провокация может Северная Корея застала может быть просто человек похож ничего не подозревал шел по улице его смотили а там по всему Сингапуру висят портреты Кима внимание вот его поймали потому что двойник Ким Чен Ина и вот представляете этот политический резонанс Ким на самом деле может и не пострадать но инцидент какой-либо с этим двойником может привести к тому что саммит отменяется возникает скандал и весь процесс с разоружениями там отказами всего всего вот он зависает на неопределенное время казалось бы все не повезло тому человеку который похож за Ким Чен Ина в Сингапуре его замери случайности могут притормозить процессы даже дать ну и вот такое впечатление что в Соединенных Штатах вот как некоторые люди политики в том числе из окружения Трампа вбрасывают какие-то знаете время от времени новости или мнения которые способны действительно разрушить подготовку этого саммита вот последнее что я видел это адвокат Трампа Рудольф Джулиани у нас с Кличко смеются смеются что он тут а Рудольф Джулиани фактически вот себе позволил сказать это бывший мэр Нью-Йорка почему я про Кличко вспомнил ничем не хуже нас с Кличко и вот Рудольф Джулиани в отличие от Кличко человек с гуманитарным образованием бывший мэр адвокат и вот он говорит во всеуслышание что мол Ким Чен Ин умолял на коленях Трампа чтобы саммит состоялся вот представляете в Северной Корее это читают говорят мы на коленях вот эта история с тем что Северная Корея не может оплатить себе там для своих людей места пребывания это тоже знаете провокационное довольно потому что я не знаю может это враги Трампа в США распространяют потому что знаете оплатить оплатить если бы действительно посмотрел дойдет дошло до того что Соединенные Штаты для Северокорейской для Северокорейской делегации оплачивают пребывание в Сингапуре то одним могли бы интерпретировать как бедность нищету Северной Кореи это все северокорейская власть довела дожилась но кто-то мог бы сказать так они как капитулирующая сторона они же еще и оплачивают это Трамп раскидываются деньгами на что что ожидать на этой встрече хотя Трамп вроде бы обмолвился что не будет ничего подписывать я так понимаю что политика Трампа в Восточной Азии зашла в тупик и Ким Чен Ын капитулировал перед Пекином в марте фактически после того он еще раз был и то что продвигает Ким Чен Ын в контексте подготовки к саммиту с Трампом то есть Северная Корея это китайские формулы 2 приостановки то есть китайские Северная Корея не проводит учений не проводит никаких учений на территории Южной Кореи США и Южная Корея плюс это все две приостановки это китайская формула политическая и вторая формула это отказа ядерного и ракетного потенциалов в обмен на то что американцы выбираются из южной кореи это тоже китайская формула по сути и поэтому вот плюс там папа би речь шла об инвестициях как пишут сми то есть китайцы готовы проинвестировать киму сказали вот хочешь быть счастливым до отказываешься от всего этого уничтожаешь сворачиваешь мы тебе даем инвестиций там денег там ты счастливый ты будь я будет социализм с китайским лицом с корейской спецификой северокорейской мы тебе гарантии даем до американцы уезжают и спасибо дорогой все счастливы либо без тебя будет вот сестра чо ездит чуть-чуть что стала ездить сестра с ним на переговоре четким я думаю даже если вдруг американцы скажут что нет никакого саммита ким чан ин будет потихоньку уничтожать вот эти все полигоны независимо от того что там думают соединенных штатах в двух прилежащих китаю регионах мира есть американское военное присутствие афганистане потому что там война и на восточной границе китая это на корейские полуостровы япония потому что есть ядерная ракетная программа к ндр нету этой программы нету американцев через год два-три пять-десять их там не будет если это это патрики северокорейской про точно также есть стабильность афганистане условная и американцам там делать нечего они сами глобально отступают по всему миру вот не мешать им отступать я думаю что тут будет в любом случае как бы постепенно но китаю не нужно не нужно чтобы под боком вот это была вот эта вся проблема китай все более уверенно себя чувствует о чем может действительно быть речь на саммите я все таки не исключаю что будет подписана какая-то декларация или просто одобрена без подписей потому что до трамп понял что ему нужен позитивный результат после того как он однажды сказал что эти корейцы нехорошие да вот они грубые рубияны и все от меня им саммит никакого саммита там же в америке трампа подвергли критики и республиканцы и демократы демократы скажешь и вообще слабаки да не можете саммит что вы ожидали от северной кореи на вы сами даже не можете организовать провести встречу какую-то но в итоге американцы вернулись к этому северная корея тоже погорячилась со своими заявлениями потому что снова если говорить о провокациях вице-президент пенс вот кстати я говорил уже у вас здесь студии что после того увольнения тилерсона уволив тилерсона трамп уволил вот последний фактор адекватности благоразумие в политике вот пенс вдруг начала рассказывать про ливийский сценарий про каддафи напомню понятно что корейцы выдали старую формулу которую они озвучивали зимой что америка испытает такую боль которую раньше никогда не испытывала после этого трамп обвиняет к северную корею в грубости и так далее и тому подобное да все сами то не будет вот как провокации действует так вот я думаю что трампу просто деваться некуда ему нужно провести этот саммит неважно что там будет подписано если будет что-то подписано хорошо можно и то что можно будет показать как позитивный результат главное саммит по крайней мере трампу трамп много чего говорит но он заявил что важно запустить процесс а дальше понятно что все технологические вопросы создания рабочих групп различных там по оцениванию инспекции моготэ там инспекции военные взаимный контроль доверия до мониторинг безопасности побе неприкосновенность не исключено что будет какой-то документ который ляжет в основу в основу мирного договора в любом случае сейчас южная корея выглядит больше как союзники инструмент северной кореи и китая вот как раз том чтобы способствовать что чтобы саммит это состоялся для южнокорейской власти ну выглядит процесс объединения кореи так как важно историческое событие с точки зрения их национального масштаба у трампа свои масштабы для южной кореи это важно поэтому вот возможно будет какая-то декларация которую можно будет интерпретировать как документ который положил начало вот этому процессу заключения мирного договора потому что над этим договором юристы должны будут работать посидеть помозговать согласовывать формулировки все эти да так далее это тоже не однодневный процесс ну и афганистан вот в афганистане там тоже вот китайцем говорил уже что вот они пакистаном занялись до социально-экономическими вопросами пакистана афганистана поэтому вот ну северная корея на пока в турции гораздо эти флажки на карте мы расставили там флажок за сами наделось приятно что такая политическая карта мира и 1 флажок 2 теперь к турции к ардогану и к тому что вот все таки ему предстоит судя по опросу общественном мнении очень популярность его так что мы про гюленовцев и давление на них которые сейчас не прекращается это просто тут уже отдельная большая тема но если вкратце до появились результаты опроса которые показывают что эрдоган получает сорок восемь целых около 48 процентов а это значит что с какой-то вероятностью можно говорить о возможности второго тура тем более что второй кандидат главный оппозиционный кандидат это национально-республиканской партии то есть грубо говоря от чистых кемолистов он сам из западной в турции н.д. фамилия н.д. мухарем н.д. вот у него больше тридцати процентов рейтинг то есть он там где-то процентов на 15 отстает от эрдогана но там еще есть несколько кандидатов два или три которые 89 и еще там несколько процентов имеет то есть если дойдет до второго тура то тут возникает интересный момент не консолидирует ли этот оппозиционный кандидат поддержку от всех остальных да и тогда что тогда страна вот в состоянии почти на этим ноздря в ноздрю будут идти гюлен гюлен эрдоган и этот оппозиционный донжи вы помните володя все эти имена вот да вот даже сомневался что я правильно произнес только и столько информации я помню что мухарем имя так вот будут ноздря в ноздрю вот ситуация 50 процентов плюс-минус да на самом деле это опасная внутри политическая ситуация конечно если вдруг кто-то захочет взорвать мир на ближнем востоке вот в частности вот для этого в один из способов это даже не израиль не иерусалим это вот разрушить мир вот у хрупкий этот баланс внутренний самой турции ну как возле ты чистки кто повел уже догон после то есть по поводу переворота все равно там не да там и чистки там есть свои плюсы у ту политики эрдогана свои минусы но вот кстати я говорил уже каким чины не до его фатальной роли если вдруг кто-то что-то плохое сделал вот представьте себе эрдогана нету я не желаю ему ничего плохого пускай живет здравствует да сразу как бы говорю что это тут просто предположить да это политика все шумы нету эрдогана и сыпется ли это все пазл турецкий на самом деле очень интересная проблема поэтому вот накал борьбы внутри политической он уже показывает что вот такой чистой победы эрдогана нету турецкое общество турецкие избиратели они разделились то есть турция сама в себе разделилась приблизительно 50 на 50 грубо говоря посмотрим что там будет дальше но если проигрывает опять-таки может ли проиграть вот так а накал выборов может ли проиграть пускай даже один или десятые процента эрдоган оппозиционному кандидату потому что рушится сразу все это реформа конституционная начинается откат всего того что сделал эрдоган в последние несколько соли ровно вот более фундаментальных какие-то исламистки вещей если где он там не столько гимонистов то это же наверно тут ножки молитвы немалецкие это светские да это последователи а то тюрка светское государство если говорить об эрдогане туда он более консервативный вот это было клавировал завода реверансы определенные в сторону религии то есть он консерватор он не вот такой консерватор как кемолисты да а вот не светский больше он больше консерватор в сторону вот крик рен в религию в сторону богослового и традиции да ну как у нас тут скреп и да там рассказывают в россии вот там свои скрепы только мусульманские как юлиан он почему так вот ненавистен он тоже проповедник ну а на самом деле они же были соратниками потом что-то коса на камень нашла что-то про не помню уже проблемы какие у них во взаимоотношениях были но не в толковании корана да видимо там были все-таки эти вложения страны америки в турцию все эти его школы и даже институты все же потихонечку это закрывается на эрдоган настолько сейчас разошелся он вот соединенными штатами да по поводу этого иерусалимом не признание даже посла отозвали на самом деле в мусульманском мире один эрдоган то есть если сравнить реакцию арабского мира то эрдоган отозвал посла арабские государства собралась лига арабских государств через несколько дней два дня посовещались каире под председательством саудовского министра иностранных дел и что они выдали подготовить механизм противодействия там или реагирование на размещение но это не не та реакция который а то эрдоган отозвал и это сделал заявление это исламская конференция заявление принял бурная деятельность по поводу этих f-35 не дадите f-35 ну и не надо мы купим россии но не откажемся от f-14 по поводу европы тоже до жесткие заявления кстати крылья же там вот сейчас и говоря что они напомнили да что скидка да 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 но не периодически говорят об этом правда санкции не вводят так вот получается что эрдоган сражается со всеми ругается да на высоких тонах разговаривает кстати вот в австрии вроде бы решили закрыть несколько мечетей выслать несколько имамов потому что нет турции по той по линии турецких обществ финансируются и занимаются пропагандой турецкой версии политического ислама понятно что в австрии свои как национал консерваторы у власти до правая поэтому может быть какой-то перегиб вообще не знаю там до какой-то закон об иностранном финансировании есть вот они решили высот но то есть вот эти противоречия с европой есть немалые то есть возвращение а вот кандидат оппозиционный уже играет на том что вот европа до ценности демократия вся вот эта война кстати еще один фронт интересный вот мы говорили про эту операцию оливковая ветвь да вот успешно опираться до неделю назад появилась информация о том что турция и сша согласовали трехэтапный план по монбиджу а монбиджу находится уже восточнее алеппо в отличие той ветви которая проводилась западнее так в африне и вот интересно что согласовали министр иностранных дел турция говорит вот сроки назвал конкретные американцы говорят нет эти сроки неправда еще согласовываем то есть американцы сейчас играют с турцией тоже маневрируют да вот кстати вот я думаю так тилерсон ушел может быть изменилась концепция и отношение сша к курдам кроли курдов да потому что фактически этот план скому государству план предполагает что курды должны уйти из монбиджа там какие-то зоны с безопасности там просматривается кроме того этот опыт а турция рассчитывала распространить и на восточный берег юфрата восточную часть сирии так вот тоже вот эти маневры если конечно американцы пойдут в чистом виде на этот план как его представляют турецкие официальные лица то они конечно потеряют поддержку курдов лояльность и тут вопрос возвращаемся к тому что было по итогам прошлого года возможен ли реванш игил или каких-то таких сил появления до который в результате там объединение переобъединение организации снова выйдут на арену и снова начнется вот это вот священная война тем более иерусалим так вот можно расценивать предания можно считать предание это чепухой да говорит то суеверие люди очень многие простые люди разным преданием суевериям верят доверяют воспринимают и на самом деле так вот третий храм появился или нет храм что такое храм иудейской традиции это высший символ еврейской государственности израильской государственности потому что вот пока есть храм да есть иудейские цари есть священство да то есть есть самоуправление хоть какое-то вот она государства и вот знаете храм стольный в стольном городе до стольный город перенесли столицу соединенные штаты используют ли вот эти аналогии кто-то для того чтобы новую волну возмущения поднять после того как арабские государства промолчали потому что они боятся больше иранского ядерного архива иранской ядерной программы для них это более опасно чем даже решили почти не отреагировать на перенос столицы отделались какими-то заявлениями слишком формальными и не очень жесткими в отличие от эрдогана эрдоган набирает вес поэтому вот курды если курдов американцы слили то тут зачем курдам дальше в этой войне гибнуть и зачем к новым новому игилу трогать курдов которые теперь будут нейтральными в этой войне не надо им трогать курдов и они тогда смогут взять реванш понимаете вот такая логика может быть зачем турку курды были одним из главных одной из главных движущей силы этой коалиции в сухопутных операциях анти игиловской вот представьте курды обижены нет никакого больше желания воевать с этими их не если их никто не будет трогать мой от себе заниматься реваншем в арабской части этого мира ну и иранский архив я думаю что это была не успешная операция израиля а я думаю что это была успешная операция ксир корпуса стражи исламской революции потому что сама самая странная в этой истории с иранским архивом которая в апреле всплыла до было рассказывание таньях вот смотрите 500 килограмм документов ну ну по пардон из ирана вывести там агентура вся иностранная придавлена даже когда волнение были особенно никто не смог найти в этих эти волнения поддерживать из-за рубежа потому что спецслужбы иранские все-все-все-все контролируют до десятилетиями там закатано все как асфальт и тут вдруг 500 килограмм из ирана вывезли секретных документов по самой секретной программе как-то выглядит так может быть я ошибаюсь у меня предположение что-то была специально провокация для того чтобы трамп вышел побыстрее то есть не колебался больше относительно участия сша в этой ядерной про соглашение по поводу иранской ядерной программы ну и кроме того я не исключаю что просто как версия что иран постепенно готовит условия для того чтобы выйти из этой программы причем чтобы это случилось так что иран выйдет из нее окажется что он вышел поэтому вот израиль провоцирует тегеран и израильскую армию на удары возможно вот вы смотрите какой интересный аспект с этим ударом по голландским высотам причем на следующий день вернее через день после того как трамп вечером по нашему времени объявила выходе сша из этой программы ядерной по ядерной соглашение по ядерной программе сутки перед этим выступлением трампа израильская армия готовилась к отражению ракетного удара пво на голландских высотах привели полную боевую готовность бомбоубежище по открывали частичная мобилизация началась до трамп вечером объявляет никто ничего не стреляет сутки проходят с с сирийской территории запускают там некоторой информации несколько 100 десятков ракет израиль говорит что то иранские силы или про иранские силы пуляют asad говорит да не было там никаких иранцев одни рабы папу погибли что это такое если там не было иранцевогогибли арабе сирия это сирийская арабская республика если израиль наносит удары по арабам сирийским неважно асад это или нет но Но это арабо-сирийское противостояние, вернее арабо-израильское противостояние, а не ирано-израильское противостояние. Понимаете? Вот тут много моментов. Тем более вот хуситы пуляют этими ракетами в сторону Порт-Хадайда. На прошлой неделе Саудовская Аравия и, кажется, Эмираты или Оман обратились к США за военной помощью. По крайней мере, СМИ написали за военной помощью, чтобы взять под контроль Порт-Хадайда. Вот вы представляете, американцы с военными своими силами влазят еще в войну в Йемене. Так что вот интересно. Не то, чтобы вы устроили, я не дождусь никак. Как-то роль России вы можете обозначить на Ближнем Востоке, в Сирии, после того, как Путин уже на инаугурации и так далее. Насколько вам заметно, что там что-то происходит в сторону усиления или ослабления этой роли? Ну, в любом случае, пока что, если говорить с событиями, которые, то есть ситуацией, которая была до выхода США из иранской ядерной сделки и до перенесения в Иерусалим американского посольства, вот определенные позитивные достижения у России были, то есть их влияние в этом регионе усилилось. Но вот после этих событий, эти события особенно ни на что не повлияли. То есть они как-то вот тихо себе, никуда особо с резкими комментариями в чью-то сторону, в чью-то пользу не выступают. Вот они в духе, как Китай, что все переговорами там должны сами согласовать, урегулировать, прекратить противостояние. То есть они общаются и с Ираном нормально, и с Израилем, и Асада поддерживают, и с Эрдоганом они общаются, и с Саудовской Аравией переговоры ведут неплохие. Осталось с Трампом все-таки поговорить. Да, вот так что они пока сидят и смотрят со стороны, по крайней мере не спешат влазить ни в Иерусалимскую проблему, ни в Израильско-Иранскую. И вот с Манбиджем, самый интересный момент, что будет с курдами, с Манбиджем. Если американцы решили изменить свою курдам, то это будет большая ошибка. Да, с этим вопросом очень серьезно. Мы прощаемся с вами, надеюсь, ненадолго. Владимир, спасибо большое за подробный, как всегда, интереснейший рассказ. Мы продолжаем трансляцию на Украине и Владимир Воле отпускаем. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.